К нам, когда пришла Российская империя с полной аморальностью, как вот, например, рассказывают историю имама Шемеля, когда он сказал своему генералу, я примерно, у него такой диалог шел, почему вы, мол, сопротивляетесь, мы принесли вам цивилизацию, он сказал, ну-ка, дай своему солдату снять сапог. Тот снял сапог, и от вони там все чуть не упали. Томсо, почему имперское мышление предполагает, что для единства всех регионов надо подавлять самосознание других народов, а не наоборот, пытаться со всеми нормально общаться, агрессия будет в ответ? Это сложный вопрос, друг мой, я не знаю, я не знаю. Все, наверное, зависит от того, что это за империя. Какова ее цель, что она преследует. Понимаете, вот если эта империя, то есть некая превалирующая сила, которая пришла и завоевала тебя, или даже не завоевала, может быть, вы не сопротивлялись, понимая, что там нет никаких шансов, допустим, попали вы под влияние этой империи. Давайте скажем так, неважно, было там завоевание или не было, но вы оказались в составе этой империи. И если эта империя, она, ее морально-нравственные качества, качества ее представителей власти, их элит, если они превосходят ваши собственные, то этот, как правило, народ, оказавшийся под сенью вот этой империи, то он перестает сопротивляться, и он, наоборот, как бы превращается в часть общества этой империи и перенимает все вот эти вот благие качества. И происходит даже примеров в мире очень немало, когда не просто ты, не просто этот народ перенимает, там, допустим, религиозные убеждения, там, какие-то обычаи, традиции хорошие, но даже язык, то есть полностью народ, который был в своей основе вообще другим, у них был свой язык, у них были свои там обычаи, и даже цвет кожи у них другой, они целиком и полностью покоряются и становятся частью уже и культуры, и религии, и традиции, и языка всего этой империи. Такие примеры, это, конечно, я сейчас говорю про халифат первых времен, арабский халифат, который более известен в истории, в западной истории, как арабский халифат. Для нас это праведный халифат. Если вы посмотрите, допустим, на весь этот Магриб, север Африки, то они ведь, ну, они сейчас арабы, да, все арабы, египтяне, левийцы, алжирцы, марокканцы, тунисцы, все они сейчас арабы, и даже суданцы, суданцы, которые в основе вообще, африканцы, темнокожие, все они сейчас арабы. И ментально, и религиозно, и язык, и все. То есть они не были таковыми. Когда туда приходил халифат, это были вообще, это были другие народы. Они исповедовали свою религию, они говорили на своих языках, они, свои у них были там обычаи, традиции, племенной строй, и все было свое. Но вот эта вот пришедшая империя к ним, империя, я говорю сейчас про халифат, когда пришли арабы, когда пришли мусульмане, то те, это были первые, это были сахавы, и они селились вместе с этими людьми, и они показывали настолько великолепный, превосходящий этих местных народов пример, настолько благие нравы, настолько они влюбляли в себя этих людей, что они не просто покорились, не просто там согласились стать частью этой империи, они просто взяли и вообще стали их народом, ментально, традиционно, полностью. И сейчас это все они являются арабскими народами. Поэтому, видите, есть и такие примеры. Но когда приходит к тебе империя, чьи нравы, обычаи, традиции, религия, когда это все уступает тому, что на чем ты, на чем твой народ, то, естественно, ты это отторгаешь. У тебя нет хорошего примера, понимаете? Вот с нами произошло это. С нами, как с народом, даже не знаю, с народами, с народами в основе своей, на тот момент уже исламскими, со своими очень такими высоконравственными обычаями и традициями. К нам, когда пришла Российская империя с полной аморальностью, как вот пример был, рассказывают историю имама Шамиля, когда он сказал своему генералу, когда я примерно у него диалог шел, почему вы, мол, сопротивляетесь, мы принесли вам цивилизацию, он сказал, ну-ка, дай своему солдату снять сапог. Тот снял сапог и от вони там все чуть не упали. И он позвал своего, одного из своих мюридов, сказал ему снять с себя обувь. Тот снял обувь, у него была чистая нога, потому что там ежедневное обувение при болитве, понимаете? То есть, ну, это как пример я привожу. То есть, когда к тебе приходит вот это вот, да, может быть, она по силе своей превалирует, у них там очень мощная армия, они там большие, великие, но когда их морально-нравственный облик, он уступает твоему, то тебе нечего у них взять. Это очень плохой пример. Ты можешь дать, но взять ты у них не можешь. И вот в этом случае происходит то, что произошло между нами. Полное отторгание, неприятие, даже какое-то презрение к этой империи и к ее представителям. Действительно ли большой отток молодых из Чечни в российские регионы? Ты касался такой темы, но не освещал подробно. Считаешь ли это большой проблемой? Слушайте, честно говоря, сейчас, так как я уже давно не живу в республике, мне сложно говорить про масштабы этого оттока, но когда я был дома, это не было такой фатальной проблемой. То есть, ну наоборот, если кто-то куда-то выезжает и где-то за пределами республики становится успешен, то это воспринималось нормально. Какова там сейчас эта ситуация? Я не знаю, потому что после начала украинской войны в Украине и наложения колоссальных этих санкций на Россию, там, конечно, экономически произошли очень серьезные перемены. И вот в этой ситуации сейчас, как обстоят дела с оттоком, я, честно говоря, не могу пока ничего сказать. В том числе, в эти дни Дождь очень активно обсуждает ролик с задержанием того парня, да-да, я, по-моему, как ты думаешь, его оклеветали? Видите, у нас нет полной картины. Здесь идет речь про задержание молодого парня в Чечне. И с ним сняли видео, где он говорит, что якобы он принадлежит ЛГБТ-сообществу и, типа, он хотел встретиться с парнем. Но его вполне могли заставить сказать подобное. Поэтому мы не знаем. Я лично не готов ничего по этому поводу говорить. Говорить, что нет, это неправда. На самом деле его оклеветали. Я не знаю. И говорить, да, это так и есть. Я этого тоже не буду. Я не знаю. Я считаю, что лучше воздержаться от подобных комментариев, когда мы не знаем точно, как там стояли дела. Лучше всего как-то отстраненно это комментировать. Я могу говорить за всех тех, кого я вижу здесь, в городах России, которые с бородами, пьяные, гулящие, матерящиеся, обезьяны чуть ли на стены не лезут. Это очень плохо. Ты описываешь, по-моему, среднестатистического жителя российской глубинки. Обросший такой, пьяный, матерящий, если куда-то лезущий. Ну что поделаешь. Такая страна. Размышляющий. Ас-саляму алейкум, а рамут ла баракату. Ах, и что думаешь по поводу разговоров обмена пленами, в частности, Красикова, неужели выдадут? Аллах, а ла шедой, ла массу, бусул, а дам, а амин, я Аллах. Алейкум, ас-саляму алейкум, а рамут ла баракату. Россия запросила Америку, теперь как бы мяч, то есть они, это как, знаете, футболь, они мяч туда отправили, вот сейчас мяч на стороне Америки. И Америка сейчас должна как бы с немцами этот вопрос обсуждать. И, ну, получится ли это? Я не исключаю, на самом деле, я не исключаю, что мы с вами можем проснуться в одно утро, где какой-нибудь там, какие-нибудь журналисты где-то там опубликуют информацию, что, а вот, дескать, произошел обмен, и по нашей информации от источника из там немецких спецслужб или там американских спецслужб был произведен обмен на этого Красикова. Я не удивлюсь, если такое будет. Это, знаете, это с одной стороны как-то респектабельно показывает Россию, что они говорили, вот это братство КГБшное, ФСБшное, оно у них очень мощное. И посмотрите, как Путин не оставляет своих службистов, в какую победу они не попали, он их не оставляет, как он вытащил убийц Зелимхана Яндербиева, добился этого. Вот сейчас посмотрите, как они в наглую этого Красикова пытаются вытащить. То есть, они тем самым показывают, мы вас не бросим, то есть, за вас мы будем рвать и метать, мы будем делать все возможное, но вас мы не бросим. И это, ну, это, конечно же, мотивирует этих представителей российских спецслужб на то, чтобы они выполняли любые преступления, любые задачи, любой сложности. Они уверены в том, что их страна, их президент, их, значит, Путин, их не оставит. Это дает им уверенность, поэтому они, конечно же, с еще большей легкостью идут на совершение подобных преступлений.